Добро пожаловать в город С. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. После того, как завершилось глобальное преобразование в законодательстве в применении контрольной кассовой техники, более 33 тысяч налогоплательщиков Самарской области зарегистрировали почти 72 тысячи единиц кассовых аппаратов. Вот, собственно, кассовые аппараты, контрольно-кассовая техника – это тема нашего сегодняшнего разговора. У нас в студии Глеб Ружковский, заместитель руководителя УФНС России по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот эти преобразования, о которых я говорила, и которым уже, собственно, больше года даже, наверное, да? Вот реформа, она для чего была нужна? Несколько лет мы занимались переводом на применение контрольно-кассовой техники налогоплательщиков. Это было в несколько этапов. Мы начинали с крупного бизнеса. С болью и кровью. В начале, да, крупный бизнес – это самая, наверное, такая непроблемная часть, которая переходила на применение контрольно-кассовой техники. Это крупные сети. И последний этап – это более мелкий бизнес, индивидуальные предприниматели, у которых возникали проблемы, потому что они давно эту контрольно-кассовую технику не применяли, у них не было обязанностей. Более сложный такой блок тоже, в принципе, информационная компания прошла. Вроде как все контрольно-кассовую технику зарегистрировали. И идеологии вообще, зачем это начали делать, зачем государство это делало? Это делалось для обеления и для того, чтобы сделать понятными источники движения денег. И чтобы более прозрачные стали финансовые потоки, которые у нас происходят при взаимоотношении физических лиц и, соответственно, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Чтобы со стороны государства можно было понять вообще объемы этих потоков и можно было как-то контролировать движение этих денежных масс. Вот, соответственно, и вводилась контрольно-кассовая техника. У нас предыдущий год был очень тяжелый. Год был, соответственно, была пандемия коронавируса, были ограничительные мероприятия. Ну, было тяжело всем, было тяжело людям. Экономика просела здорово, да. Было тяжело людям, было тяжело физическим лицам, было тяжело и организациям. И вот тот объем данных, который был получен с помощью контрольно-кассовой техники, он в том числе помогал создавать адресные меры поддержки, он помогал контролировать рост цен на определенные товары, в том числе на лекарственные препараты и на маски. И тот объем данных, которые Федеральная налоговая служба на постоянной основе систематически передавала в правительство, в том числе с использованием вот этих вот программных комплексов онлайн-касс. У нас есть такая программа АСК, контрольно-кассовая техника, которая позволяет делать различные выборки, группировки по видам товаров. Вот эта информация, она очень сильно помогала государству для принятия важных решений, в частности, ну, как я уже сказал, мерах поддержки. Потому что то, что происходит на рынке, то, что происходит между физическими и юридическими лицами, является очень важным, потому что государству важно понимать, да, какие есть проблемы у населения, сколько денег тратится, как-то отслеживать вообще оборот этих денег. Ну, это глобальные экономические вопросы, без которых государству крайне сложно реагировать на те сложности и изменения, которые у нас в экономике происходят. Ну, а вот она завершилась и завершилась, эта реформа, или она продолжает как-то совершенствоваться? Она, по большому счету, она завершилась. Она завершилась в том виде законодательства, которое оно существует на сегодняшний день. Оно достаточно, скажем так, законного применения контрольно-кассовой техники, он достаточно старый. На текущий момент рассматриваются несколько вариантов его изменения. Но, по большому счету, в том виде, в котором он на текущий момент существует, у нас все юридические лица индивидуального предпринимателя должны уже применять контрольно-кассовую технику. Но ввиду того, что у нас в предыдущий год вообще был мораторий на проведение каких-либо проверок, и ввиду тех причин, которые я озвучивал, что у нас определенная категория индивидуальных предпринимателей и юрлиц отвыкла применять контрольно-кассовую технику, к сожалению, мы сейчас сталкиваемся с тем, что даже при наличии контрольно-кассовой техники, к сожалению, не все индивидуальные предприниматели ее применяют. Причины различные, как я уже озвучил, начиная от человеческого фактора, заканчивая тем, что, ну, так как государство, скажем так, это не контролировало, люди считают, что можно и дальше, соответственно, нарушать требования закона и контрольно-кассовую технику не применять. Чтобы не было вот этих вот проблем, мы этот год начинаем с двух, соответственно, пилотных проектов секторальных. Да, то есть к новостям все-таки перейдем, да, от экскурса. Да, переходим, да, от общих вопросов к тому, что мы делаем и зачем мы это делаем. То есть попытались объяснить, почему это так, но, к сожалению, складывается так, что без кнута у нас не всегда индивидуальные предприниматели живо реагируют на изменения и на требования действующего законодательства. Мы всеми силами, даже с учетом начала вот этих вот пилотных проектов, стараемся этот кнут не применять. То есть мы по новой проводим информационную кампанию, в том числе я пришел к вам сюда, чтобы еще раз донести. Мы не хотим никого штрафовать, но мы хотим, чтобы у нас требованиям закона соответствовали все участники рынка. Чтобы не создавалось конкурентных преимуществ у тех, кто нарушает требования закона. Потому что обращений и жалоб очень много, но предпринимателям обидно, которые легальные, которые официально зарегистрированные, которые используют контрольно-кассовую технику. Что бы ни говорили, все равно, да, небольшие, но дополнительные затраты на них отложат. И когда получается, что у нас стоит один с контрольно-кассовой техникой, зарегистрированный, который платит всем налоги, и рядом стоит абсолютно незарегистрированное лицо нелегальной бесконтрольной кассовой техники, и торгует одним и тем же товаром. Понятно, что у того, который вне рамок закона действует, у него шансов товар сделать дешевле гораздо больше, чем у того, который соответствует всем требованиям. И получается несправедливая конкуренция. Вот мы своими действиями хотим, чтобы у нас все участники рынка не находились в равных условиях. Если кто-то опоздал к началу программы, сегодня в нашей студии Глеб Ружковский, заместитель руководителя УФНС России по Самарской области. И мы сейчас как раз планируем поговорить о новых двух проектах, которые налоговая служба, собственно, начала с этого года. Правильно я говорю? Да, 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 совершенно верно. Ага, что же это все-таки за проект? Уже, как показывает практика, Федеральная налоговая служба так делает не первый раз. Наиболее эффективные мероприятия, ну, налогового контроля, мероприятия информационные становятся тогда, когда они проводятся секторально. То есть у нас были отраслевые проекты по зерну, у нас были отраслевые проекты по перевозке. И сейчас у нас с этого года мы начали два отраслевых проекта. Это общественное питание и, соответственно, это проект по рынкам. Проект общественное питание, о нем кратко скажу. По большому счету, чтобы все понимали, и жители области, и индивидуальные предприниматели, если у тебя точка общественного питания в соответствии с действующим законодательством о применении контрольно-кассовой техники, ты ее обязан применять. То есть куда бы вы ни пришли, если вы приобретаете, ну, общий вид, продукты питания, готовые, ну, готовые блюда, вам в обязательном порядке должны выдавать чек контрольно-кассовой техники. Мы сейчас говорим о каких точках общепита, чтобы было понятно вообще? Абсолютно обо всех, вне зависимости. Будь это продажа хот-догов, либо кафе, либо ресторан. Абсолютно без разницы, будь это ресторан, или будь это какой-то прилавок на улице, да, отдельно стоящий, какой-то фастфуд. Без разницы, абсолютно везде вам должны единообразно выдать чек контрольно-кассовой техники. Мы в том году провели инвентаризацию, еще раз всех обошли. Ну, я уже сказал, да, что проверки мы не проводили, всех предупредили. В текущий момент уже мы пришли к тому, что мы формируем списки все-таки тех, кто нас не слышит. И, соответственно, в отношении данной категории лица будут точечно, именно не массово, а точечно по тем, кто не услышал, проводиться, соответственно, проверки соблюдения законодательства о контрольно-кассовой технике. Я, наверное, сразу остановлюсь, я не очень люблю об этом рассказывать, но штрафы за неприменение контрольно-кассовой техники, они достаточно значимые и большие. Если мы говорим об индивидуальном предпринимателе, то это от 1,2 до от 1,4 суммы непробитого чека, но не менее 10 тысяч рублей. То есть, если ты не пробиваешь чеки, к тебе могут приходить и каждый день тебя на 10 тысяч штрафовать. Либо если у тебя нет контрольно-кассовой техники. Клиент, предположим, пообедал на 2 тысячи, да, ему чек не пробили, то есть и дальше? То есть он написал заявление в инспекцию, а так часто происходит, если думают, что это редкость, это не редкость, так часто происходит. Соответственно, получая эту информацию, инспекция идет и, соответственно, применяет штрафную санкцию к предпринимателю в размере 10 тысяч рублей. Либо, если мы говорим о юрлицах, то там штрафы еще больше, от 3,4 до полной суммы непробитого чека, но, соответственно, не менее 30 тысяч рублей. То есть штрафы значимые, не применять контрольно-кассовую технику дорого. Абсолютно весь объем информации, вот эта вот программа АСК ККТ и онлайн-касса, она позволяет отслеживать, в принципе, всю динамику по пробитию чеков в онлайн-режиме. То есть если точка 3 дня в неделю чеки пробивала, на 4-й перестает их пробивать, это является сигналом для того, чтобы инспектор пошел и проверил, в чем там причина. То есть это все видно, это все наглядно. Не получится, как было раньше, что-то скрутить или что-то не показать. Это все видно, и все нам доступно, и все понятно. И с этого года мы уже начинаем проведение контрольных мероприятий, мы очень долго их не проводили. Это если говорить об общественном питании. По рынкам ситуация немножко другая, да и в принципе по общественному питанию. Я еще раз повторюсь, у нас нет задачи массово проводить проверки. Мы пытаемся достучаться до отдельных предпринимателей, которые нас не слышат. Мы делаем это, наверное, в последний раз, да, вот, в своей информационной компании. Но, к сожалению, если они нас не услышат, мы вынуждены будем пойти на эти проверки. То есть сегодня, условно говоря, последнее предупреждение. Но мы в течение марта месяца еще попытаемся предупредить тех, кто нас не услышал. Глеб Александрович, давайте пока мы еще не ушли из ресторанов. Вот что такое предчек и каким образом с помощью предчека можно как-то свои доходы нивелировать? Да, на самом деле, знаете, беда вся в том, что, по большей части, пробитие контрольно-кассовых чеков для мелкого бизнеса, оно не влияет на налогообложение. То есть люди не бьют вообще по непонятным причинам. Предчек – это чек, который выдает оборудование для эквариинга. То есть оборудование, когда вы оплачиваете банковской картой, то есть вам приносят устройство, прикладываете карту или там вводите пин-код и так далее, и оттуда вылазит вот этот вот предчек. Он ни в коей мере не заменяет чек контрольно-кассовой техники. То есть помимо того, что вам дают этот предчек, вам должны отдать чек контрольно-кассовой техники, на котором есть определенные реквизиты. Одним из основных реквизитов – наличие QR-кода. На предчеке QR-кодов нет, на чеке контрольно-кассовой техники QR-код, соответственно, в обязательном порядке должен быть. То есть для простого обывателя, если у вас бумажка без QR-кода, это не чек контрольно-кассовой техники. Кроме того, на чеке должно быть с 1 февраля этого года обязательно именование товара. То есть если раньше можно было указывать товарные группы, то есть там молочная, мясная продукция, сейчас должно быть указано конкретное именование товара. В обязательном порядке должна быть указана система налогообложения, и в обязательном порядке должен быть указан кассир, который вам этот чек выбил. То есть если вы, возвращаясь к кафе, то и те блюда, которые ты заказывал. Да, 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 абсолютно точно. То есть то, что вы заказали, зачем это сделано, это сделано для того, чтобы потребитель по чеку мог понять вообще, ну к чему этот чек относится, да, и за что он, соответственно, эти деньги уплачивал. Опять-таки, когда мы говорим о предчеках, к сожалению, у многих предпринимателей есть заблуждение, да, что если это безналичная операция, то чек, соответственно, контрольно-кассовой техники не нужен. На самом деле не так. У нас в законе о контрольно-кассовой технике есть понятие расчета. То есть если происходит расчет между физическим и юридическим лицом, вне зависимости от того, как он происходит, в наличной или в безналичной форме, в любом случае необходимо пробитие чеков контрольно-кассовой техники. Пользоваться эквайрингом и не пробивать чеки контрольно-кассовой техники с точки зрения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, это безумно опасно. Почему? Я озвучил вам штрафы. Соответственно, когда у тебя идут поступления по эквайрингу, берем, к примеру, период, да, там, несколько месяцев. По большому счету налоговый орган, если видит только поступление в рамках эквайринга при отсутствии чеков, он может оштрафовать от трех четвертых до полной суммы этих расчетов. И вот представьте, да, если там крупный ресторан через эквайринг принимал платежи и не пробивал чеки, там сумма штрафов достигала несколько миллионов рублей. Но это просто безумно дорого и не стоит этим, я даже не знаю, как это назвать, не стоит этим заниматься. Ну, а можно ли, например, попросить прислать чек в электронном виде? Да, у нас существует такая возможность. Во-первых, вам могут дать QR-код для его сканирования. Вы можете назвать свою электронную почту или номер телефона, куда вам информация об этом чеке будет отправлена. То есть на текущий момент бумажный, ну, сам бумажный вид чека, он абсолютно идентичен электронному виду, поэтому не обязательно хранить бумажки. В этом плане еще стоит сказать, что в Федеральной налоговой службе разработано специальное приложение, которое называется «Проверка чеков контрольно-кассовой техники». Соответственно, с помощью этого приложения вы, получая чек контрольно-кассовой техники, его сканируете. У вас есть возможность сразу проверить, насколько он правильный, есть ли о нем информация о Федеральной налоговой службе. Если информации этой нет, там есть кнопка, чтобы его отправить, но самая важная функция этого приложения, она сохраняет вам все чеки. То есть не нужно хранить эти бумажки. Вы один раз чек отсканировали, он у вас в программе всегда под рукой, всегда есть, и всегда есть подтверждение факта оплаты. И, по сути, в лице потребителя вы приобретаете помощников, и можно уменьшить количество проверок. Ну да, на самом деле, помимо… Это как раз-таки та обратная связь, которая помогает ходить на проверки именно туда, где нарушают законодательство. Но там, кроме этого, у ряда торговых сетей есть бонусная программа при сканировании чеков. То есть там копятся бонусы, дополнительные скидки и так далее. Хорошо. Вы сказали, что общественное питание – это один из проектов, и есть еще второй? Да, второй – это рынки. Очень аккуратно мы стараемся подходить, я уже сказал, к той-другой сфере. Эти сферы очень сильно пострадали в том году. И, соответственно, мы… И продолжают, в общем-то. Ну, скажем так, ограничительные мероприятия, они, конечно, стали значительно меньше, да, их практически нет. То есть работа восстановилась, но все равно прошлый год тяжелый, людям надо восстановиться. Поэтому мы свою работу построили следующим образом. У нас на первом этапе мы проводим и будем проводить инвентаризацию. То есть мы проходим по рынкам, определяем тех, кто должен применять контрольно-кассовую технику, а кто не должен. Сразу тоже для всех телезрителей, которые ходят на рынки, я объясню, что в действующем законодательстве контрольно-кассовую технику на рынках должны применять не все. Если идет продажа товаров с открытого прилавка, ну, то есть ряды посреди рынка стоят, к примеру, с открытого прилавка продаются продовольственные товары в действующей редакции закона, там контрольно-кассовую технику применять нет необходимости. То есть у продавца мяса, например, не стоит просить чек? Да, у продавца овощей, соответственно, просить чек на территории крытого рынка на текущий момент не нужно. Если мы говорим о крытых торговых точках, о павильонах, сейчас есть так называемые островки на рынках, такие уже стационарные, более крупные, там, соответственно, контрольно-кассовая техника должна применяться. И она, ну, к слову сказать, что если говорить про город Самару, да, то вот у нас статус рынка, на самом деле, в городе Самара, если мы говорим про продовольственные рынки, имеет всего два рынка. Агропарк? Нет, не агропарк, это губернский рынок и рынок, соответственно, Норд. Можно, да, об этом тоже. Почему именно так, да? Об этом тоже можно рассказать, потому что у нас есть закон о рынках, и у нас есть рынки, есть ярмарки, есть торговые комплексы. Вот если говорить о статусе рынка, а этот статус, он накладывает дополнительные обязанности на администрацию, то есть они представляют дополнительные сведения. Статус рынка у нас есть только у двух этих, соответственно, рынков. Все остальное, они в различном статусе, это, к сожалению, несовершенство законодательства в действующей редакции. То есть на ярмарках все то, о чем сейчас мы говорим, оно не работает? Нет, абсолютно все то же самое работает. А здесь именно вопрос ответственности, соответственно, администрации рынка. Гораздо проще нам, как налоговым органам, если честно, работать именно с управляющими рынками компаниями, потому что у них есть учет по торговым точкам, у них есть полный пакет документов на все. Они нам помогают, соответственно, с реестрами, помогают с работой с плательщиками в части применения контрольно-кассовой техники. С ярмарками тоже достаточно все обстоит просто и понятно, тоже у них есть требования закона. Ситуация сложнее с торговыми комплексами. По большей части вся работа с ними тоже очень хорошо, что контакт нашли практически со всеми, проблем практически нигде нет. Но с точки зрения действующего закона, конечно, хотелось бы, чтобы все находились в равных условиях. Но это, еще раз скажу, это не столько налоговое законодательство, сколько нужно, наверное, совершенствовать иные нормативно-правовые акты. Ну, а вот вы говорите об инвентаризации рынков. А как часто сейчас ваши рейды будут происходить? Я бы не назвал эти рейдами. Слово рейд всегда пугает. Конечно. Мы же для этого сегодня все это и собрались. Я сам был уже на нескольких рынках, сам ходил по этим мероприятиям. И мы стараемся не провести рейд, а мы стараемся пройти по точкам, проговорить с предпринимателями о тех проблемах, которые у них возникают. И если есть вопросы не применения контрольно-кассовой техники там, где она должна применяться, мы совместно с администрациями рынка стараемся найти пути решения, чтобы помочь предпринимателю соответствовать требованиям действующего законодательства. На самом деле... То есть пока это дружеские рейды, скажем? Абсолютно. Партнерские. Это абсолютно партнерские рейды, которые носят исключительно информационный характер. Мы очень надеемся, что результатом станет то, что у нас контрольно-кассовая техника на рынках начнет применяться повсеместно. Когда я говорю о рынках, тоже, чтобы понимали, имеется в виду не только продовольственные рынки, но и рынки, на которых у нас торгуют одеждой, а там есть дополнительные требования, сейчас тоже не все знают, требования к маркировке. Да. В частности, верхние одежды. Это рынки, на которых занимаются продажи автомобильных запчастей. В частности, неделю назад были на рынке в Тольятти, очень большой рынок Ставр. Я, честно, ни разу до этого не был. Он по площади просто колоссальный. Тоже очень большое количество индивидуальных предпринимателей. Тоже прошли. Очень у многих есть контрольно-кассовая техника. Людям нужна помощь, да, в принципе, давно они ее, видимо, не применяли, нужно их научить это делать. То есть мы стараемся и своими силами управления, и силами налоговых инспекций максимально разъяснить и максимально помочь. И тоже уже упоминали агропарк, да, у нас агропарк в статусе ярмарки находится, тоже с администрацией разговаривали. Они настроены помочь, соответственно, своим арендаторам контрольно-кассовую технику, там, где ее нет, соответственно, приобрести. Очень радует, что у нас многие арендаторы готовы дополнительные скидки на аренду мест дать только, чтобы люди эту контрольно-кассовую технику приобрели, и чтобы, соответственно, соответствовали требованиям законодательства. Очень приятно, что у нас, скажем так, собственники на текущий момент, те, с кем мне удалось пообщаться, они все это воспринимают как, соответственно, как обязанности. Они все стремятся помочь своим арендаторам эту контрольно-кассовую технику приобрести, поскольку все понимают, что ситуация была тяжелая, ну и, соответственно, людям как-то нужно помочь, потому что дополнительные затраты, если у вас нет, они все равно есть. Они не такие большие, но определенные денежные средства для индивидуального предпринимателя нужно на приобретение все равно затратить. Но мы уже заговорили о приобретении, вообще какие это средства, чтобы купить такой аппарат? На самом деле, у нас, по-моему, в районе 140 единиц контрольно-кассовой техники есть в реестре. В зависимости от функций и задач, цены вообще абсолютно сильно разнятся, но могу сказать, что общая стоимость приобретения единицы контрольно-кассовой техники, средняя, с фискальным накопителем на три года, с оплаченным обслуживанием оператора фискальных данных на год, обойдется порядка 30 тысяч рублей. Ну, так вот, звучит не очень страшно, но, наверное, в зависимости от дохода все-таки, да, для человека? Звучит не очень страшно, кроме того, хочу сказать, что есть ряд банковских программ, то есть есть программа с арендой контрольно-кассовой техники, кредитные учреждения представляют, есть у некоторых банков программы с бесплатным представлением контрольно-кассовой техники при заключении договоров эквайринга. То есть банки тоже активно, в том числе, там, Сбербанк, мы общались, они разрабатывают специальные пакетные программные, ну, пакетные предложения для индивидуальных предпринимателей. Не только у Сбербанка рекламой не хочу заниматься, у многих банков есть эти программы, активно тоже мы их стараемся привлекать, чтобы у людей, соответственно, был выбор и максимально, с максимальной экономией для себя, чтобы они смогли применять контрольно-кассовую технику и требованиям законодательства соответствовать. А вот вы сейчас уже сказали о санкциях, что будет, если не выдавать чек, не применять технику. Но вот если нет опыта, человек только начал с этим работать. Ведь бывает же такое, общается с покупателем, что-то продал, и покупатель ушел, человек вспомнил, что чек не выдал, что делать? На самом деле есть возможность написать заявление в инспекцию, если ты, ну, понял, что у тебя какая-то ошибка, либо ты работаешь, у тебя перестала работать контрольно-кассовая техника, ты пишешь заявление, соответственно, записываешь те суммы и те операции, которые ты провел на листочке, направляешь заявление, в конце дня, когда у тебя заработала контрольно-кассовая техника, проводишь все это чеком коррекции, и тогда абсолютно никакие штрафные санкции налоговой инспекции к тебе применять не будет, но здесь важный момент, что ты должен сообщить о том, что у тебя что-то произошло, там, как-то технический сбой, что-то не работает, до того, как это стало известно налоговому органу. То есть, по большому счету, если переводить на русский язык, это до того, как на тебя кто-то пожаловался. Да, можно не успеть. Ну, хорошо. А вот вы сказали, что касса, в общем-то, передает информацию в режиме реального времени. Нетрудно предположить, что для этого необходим интернет. Точки торговые могут располагаться где угодно, и, ну, какие-то сбои, что в этом случае? Ну, у нас, на самом деле, у нас есть два типа кассы. Это те, которые работают в онлайн-режиме, это все города, по большому счету, саморской области, крупные. И есть кассы, которые работают в оффлайн-режиме, то есть, запись в операциях, она, как в старых кассах, записывается на накопитель. И когда срок накопителя истекает, либо когда истекает объем данных, которые туда можно записать, плательщик идет в инспекцию, отдает эту флешку, ну, по большому счету, эта флешка, и данные переносятся. Соответственно, у нас город, область разделена на две зоны, отдаленные от сетей связи и не отдаленные. Образно все крупные города должны в онлайн-режиме, используя интернет, передавать данные на тому, что есть. Там во всех этих кассах, они по большей части даже не привязаны к источникам питания, они на аккумуляторных батареях, особенно, ну, маленькие кассы для рынков. И туда просто вставляется сим-карта, которая, ну, в большей части случаев позволяет бесперебойно, соответственно, осуществлять передачу данных о проведенных операциях. Причем, если там какой-то сбой связи, да, образно, все равно ты нажимаешь на кнопочки, чеки формируются, просто данные уйдут, когда появится связь. К примеру, ты стоишь там в точке, где нет связи, вышел в конце дня, у тебя все данные передались, в этом проблем нет абсолютно никаких. Ну, и последний, может быть, еще вопрос. Мы в последнюю встречу с вами говорили о переходе на новый вид налогообложения. И вот есть ли вообще какие-то виды деятельности, при которых индивидуальные предприниматели, которые перешли на патентную систему, могут работать без применения контрольно-кассовой техники? Без применения контрольно-кассовой техники, она на патенте, на патенте, на самом деле, вот мы говорим о рынках, да, у нас процентов 80, наверное, те, кто ставит на рынках, на точках, они находятся на патентной системе налогообложения. А не применять в действующем законодательстве, я уже озвучивал, можно, если ты осуществляешь продажу с открытого прилавка. То есть выйди из павильона и иди к лотку? Ну, не к лотку, если ты работаешь с открытого прилавка, да, то на текущий момент применение контрольно-кассовой техники не нужно. Но могу сказать, что рассматривается законопроект, чтобы уравнять всех, что в любом случае, вне зависимости от оснащенности торговой точки, контрольно-кассовую технику должны будут применять все. Он проходит согласование на текущий момент, по моей информации, его возможно принять к лету текущего года. Поэтому, когда мы проводим информационную кампанию, мы тоже до всех стараемся донести, что лучше позаботиться заранее, если там будет какое-то предложение, да, массовое, скажем так, на этом рынке, и там какая-то кредитная организация готова организовать точку доступа, возможно, имеет смысл заранее эту контрольно-кассовую технику приобрести. Тем более, я повторюсь, для, с точки зрения уплаты налогов на патентной системе налогообложения, пробитие или не пробитие чеков на сумму уплаты, оно никак не влияет. В рамках кампании тоже не все знают, проходим по точкам, еще раз для всех озвучу. У всех плательщиков есть право уменьшить стоимость патента на сумму уплаченных страховых вносов. Что для этого нужно? Для этого нужно написать, прийти заявление в налоговую инспекцию по месту постановки на учет в качестве плательщика патентной системы налогообложения. Все. Нужно заполнить одно заявление. А если мы говорим о рынках, то с учетом стоимости патента на рынках, с учетом стоимости фиксированных страховых, у них, по сути, стоимость патента стремится к нулю. То есть государство сделало все, чтобы максимальную налоговую нагрузку с этих налогоплательщиков убрать. Но нужно о себе позаботиться, соответственно, прийти и один раз написать заявление. В общем-то, работа в рамках правового поля, кроме пользы, никакого вреда, как говорится. Мне кажется, достаточно информативно и подробно вы сегодня тему эту осветили. Благодарю вас за это. Увидимся в городе Эс и всем успехов в работе. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова